друзья всем доброе утро всем привет массе у меня как всегда вообще без нее никуда не уйти не и не уехать вчера ездили на косу закрыли мы ее дома на такую там истерику устроили что мы ее не взяли сегодня что-то как-то хмуря обещает конечно дождь но мне сейчас посмотрела сколько с по прогнозу дождь если он будет после обеда где-нибудь во второй половине не а то мне надо срочно покрасить фронтон до того момента пока не начал андрей заливать отмостку потому что я вчера тоже хотела много ты мне будешь мешать тут и я ходить буду и он будет ходить так занимает в отмостку и чтобы друг другу не мешать я вчера решила заняться вот клумбами поэтому надо сейчас посмотрю по прогнозу если все нормально то покрашу на второй раз фронтон а цемент вчера думали думали на весь мы собираемся еще только на той неделе надо вот маме больницу и думаем о неделе простаивать то же время уходит и идет работы еще много и пришлось покупать цемент у нас правда на 60 рублей из мешка дороже и не знаю что за качество новички совсем другие но чтоб не простаивать ладно на дорогу принципе потратишь больше за каждой мелочи есть же не будешь ездить принципе для стройки для всего это у нас станицы есть все но просто она подороже некоторые вещи конечно намного дороже но у кого вот нет машины допустим что привезти в этой цели лучше конечно купить здесь у нас здесь и доставка есть то есть вам привезут домой вот но или если кому перехватить так на срочника потому что ну чтобы не простаивать и есть конечно кто ездит есть к за каждым пустяком но тратить деньги я не вижу смысла вот мазь сидит пусть это не дед бегучий ну да еще ты залезь ко мне все это холодненький ветер все все забрались ко мне массе кстати ревнует вообще ужасно к бусе за недовольна что-то пришло по прогнозу стоит дождь только где-то с обеда с 12 часов думаю так что мы тут успеем кое-что поделать сейчас время 9 час я в эту середину фронтона уже все покрасила на второй раз таз вот это слева сейчас андрей пока подготавливает для заливки все думаю я успею докрасить ну и скорее надо будет отходить чтобы ему там не мешать уйду на другую сторону буду там еще справа мне угол не докрашен массе что-то сегодня настроение вообще нет весь день с утра вот как вышло то все гавкат и гавкат на всех прохожих хотя до этого ну редко там если кто-то на велосипеде приедет на велосипедистов не любит а сегодня прямо на всех гавкат а вот даже у собак настроение нет оказывается а вот докрасила наконец-то в левом углу чтобы не мешать Андрею я ухожу на правую ну все я второй раз покрасила теперь вроде бы гораздо лучше смотрится еще потом дом когда покраситься будет мне кажется намного светлее красивее пошел дождь на все испортил пошел дождь вот так вот это хоть успела докрасить Андрей только приготовил одну ячейку под заливку и пошел дождь кстати по прогнозу он стоял где-то с 12 часов так немножко расходиться капитальный там часа в два но не тот то было уже 10 часов и начал поливать так что вот погода нам испортила все планы ой что задумали ну так бывает в принципе сегодня свет по прогнозу что дождь только мы его ожидали немножко попозже думали ну успеет а за два часа в принципе даже бетон бы схватился ну не успели немного ладно раз погода испортила наши планы я пойду на пирожков постряпать потому что дождь сегодня весь тень так как я не планировала вообще сегодня выпечку но из-за дождя то что раньше начался чем хотелось бы поэтому тесто сране я не заводила сейчас вот хлебопечки мне быстро тут сам он замешает сам поднимет очень удобно и быстро у меня есть время полтора часа на это если кому-то нужен рецепт его тесто принципе у кого хлебопечки есть там есть книжечка которая написана весь ли вся рецептура а я делаю так стакан теплой воды пол пачки дрожжей сухих чайную ложку соли столовую ложку сахарного песка две столовых ложки сухого молока четыре стакана муки все она сама замешает сама сама поднимет и тесто будет готово через полтора часа очень очень удобно и быстро пока тесто поднимается из готовы приготовлю начинку захочу я приготовить с яйцом вареным не два яйца сварены были и есть у нас еще лучок зеленый взошел который я буду брать вот у меня зимний отрастает не надо немножко совсем хватит не столько все тесто уже готовите как поднялось даже шапочкой так начинку я сделала общем лук зеленый яйцо вареное и еще у меня был рис вареный много и сладкая начинка это абрикосовое варенье добавила туда крахмала чтобы начинка не вытянка вареного 4 пирожка вышла со сгущенка вареная ну и все сейчас попьем чаечку нашла у себя отрезы это вот ткани на полотенце уже готова раньше знаете было придано давали бабушки мамы вот у меня счастье времен у меня кстати много было я и много и сшила и полотенца там шила и постельные все остальное и вот тут разбирала на что еще три заготовочки вот это вот по-моему это льняные для полотенец три штуки я сейчас хочу их обшить они не не обметаны вот прощусь по бокам на строчка прощу а снизу посмотрю то что больше займусь еще а нашла это и знаете из-за чего на днях делал эту корзинку плетеную и конечно она высохла вообще странно такого вида к не очень-то красиво но это моя первая работа поэтому такая грубая и нужно было мешать чехольчик я искала материал вот нашла там не было от постельного белья кусочек сшила вот чехольчик и заодно нашла вот эти отрезы которые полотенце и есть меня вот это еще розовая ткань она в ширину такая вот не широкая поэтому если просто не шить на него как бы узко на не хватает на две полоски будет не хорошо и я подумала может быть буду шить наволочки я так посчитала на 3 наволочки хватит но сегодня не буду конечно но вот достала надо под на днях тоже сшить потому что лежит она уже желтеет получается больше 20 лет у меня лежит эти отрезы а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok